Шанс прийти на программу «Второй ранз». Надеюсь, у меня пришли побороться достойные мужчины. А поможет мне в этом моя сестра Ксения сделать выбор. Сюзанна, 24 года. Её первый возлюбленный больше доверял своей подруге, а второй – интернету. Сюзанна – врач-консультант в страховой компании. Занимается фитнесом, увлекается рукоделием и создаёт аксессуары для интерьера. Шумным праздником предпочитает домашний уют. Мечтает быть волонтёром и заниматься благотворительностью. Сюзанна не потерпит рядом с собой эмоционального истерика с неухоженными руками. Выйдет замуж за сильному мужчину с приятной внешностью, которому захочет родить детей. Здравствуйте, Сюзанночка. Я хотела бы вам немножечко весны подарить. Подарите нам весны немножечко. Спасибо. Спасибо, удалось. Ирисы обожаю. Сюзанночка, вы были у нас на программе. Да, я уже была. Жених вас не выбрал, очень расстроились? Ну, не так, чтобы очень, но немножко. Да, я плакала и девять кругов вокруг дома ходила, дышала. Маленькая. Ну, вы были блонди. Да, я была блондинкой. А что это вдруг решили поменять всю жизнь свою? Ну, да, началось все с цвета. Как бы решила, что нужно как-то более сильнее становиться. Вам хорошо. Даже если сделаете более яркий оттенок, это ваш. Я, кстати, очень жалею и скучаю по тому периоду, когда роза была рыжая. Она выглядела моложе, ей было хорошо. Потому что она внутренне рыжая. Понимаете? Поэтому хорошо. Я перекрашусь в рыжий цвет. Да ладно. Ждем. Да. Цвет не имеет значения. Да? Да. Ну, не салатовый, конечно, какой-нибудь там черный. Салатовый. Напомним вашу историю, давайте. Да. А, значит, мой молодой человек больше уделял время своей подруге, чем мне. Вот. И из-за этого, как бы, это послужило одной из причин того, что мы расстались. Она была просто подруга? Ну, мне так казалось. Все они до поры до времени просто подруги. А что их, собственно, связывало? Появились вы, у вас отношения, и что вы ему не додавали такого, что додавала подруга? Какие отношения Сюзанна выясняются? Тем более, если вы уже поняли, он ваш парень, вы его девушка. Ну, просто они вместе учились в университете, то есть их многое связывало. То есть у них была общая компания, да, общие интересы. Ну, когда парень влюбляется, он эту девушку свою приводит в компанию и хвалится ею, гордится. Говорит, вот моя Сюзанка. Он привел меня в компанию. Как она себя вела? Как она вас приняла? Она восприняла меня как соперницу. Да, она очень негативно отнесла. Может быть, она виды какие-то имела на него, может быть, выжидала? Может быть, вы чего-то не знали, о чем-то не догадывались? Вот скажите, при ней он как себя вел по отношению к вам? Он не показывал ко мне, ну как, он как бы показывал ко мне какой-то интерес, но он все равно к ней относился лучше. Ну как? Ну вы могли к нему сесть на колени, приобнять его, поцеловать? Нет, конечно, могла. Но она тоже могла. Ну как, она могла не то, что там приобнять, ну поцеловать, но просто, допустим, были такие ситуации, что она могла себе позволить голову ему на плечо положить. То есть при мне, ну когда, допустим, там напротив они как-то сидели. Высокая дружба. Она была подружка. Ну да, вот такая вот она, они такие близкие. Она показывала, что он моя собственность, Сезанна. Да. Вы понимаете, что была война, и она вам ее объявила? Ой, она, это было, да, это было очень как-то так. Я поэтому даже как-то не конфликтовала вот. А вы бы ей показали, когда головка у нее была на плече, мол? Ну я просто человек неконфликтный, не знаю, я не стала это выяснять. Ну у вас, по-моему, ваша уводит. А если бы у вас кошелек из сумки вытаскивали осторожненько, так потихонечку, а вы бы увидели, по руке бы ударили? Ударила, конечно. А здесь не кошелек, здесь целый возлюбленный. Ну может быть, да, здесь была какая-то моя ошибка, но тут, понимаете, просто дело даже, ну не хочу, чтобы, да, вот его там винить, но он не расставлял приоритеты. То есть... Он просто подло себя вел по отношению к вам. Ну, возможно. А она знала, что вы после вечеринки поедете к нему, либо к вам, и у вас серьезные отношения, вы вместе живете? Да, она знала, конечно. И что? Ее это не волновало. Вы знаете, вот девчонки собираются в туалете, губки подкрашивают, носики подпудривают. Ну и вы бы выждали моменты, когда она пошла попудрить нос. Закрыли бы за собой дверь на стол и сказали бы, ну что, подружка, поговорим? У меня была такая идея, да. Я себя сдержала. Была подругой и хотела, наверное, большего. Не подругой, а быть его девушкой. Или даже большая. Ну, у нас просто была такая ситуация, что она позволила... Мы были в общей компании, до этого просто на досуге мы поссорились. И она позволила при всех показать мою ошибку в этой ссоре. То есть она как бы указала мне на эту ошибку. А он заступился за вас? Нет, нет. Он еще рассказал, я так понимаю, откуда она знала. Она просто присутствовала. Мы разговаривали по телефону во время ссоры. И она просто присутствовала при этом моменте с ним. Да он козел. Просто козел. Он и ту не ам, и вам не гам, понимаете? Поэтому... Слава богу, что так все случилось. Сколько в общей сложности ваши отношения продлились? Около восьми месяцев. А последней каплей стало что? Было день рождения у его мамы. И когда уже все гости ушли, мы остались как бы втроем. А подружка-то его отмечала? Она позвонила, сказала, что она придет поздравить маму. Вот. Ну, она пришла, естественно, мама не... Ну, как она? Человек пришел поздравить. Вот. И она... Мы сели просто вчетвером за столом, и она просто начала указывать, что она имеет место в этой семье. То есть начала как-то показывать там какие-то там... То, что она там с родственниками общается, какие-то истории вспоминать. Может быть, просто вам ревность застила глаза? Хотя это противно, правда, когда подружки так себя ведут, превозлюбленных, да, показывают всем своим видом, что главное здесь я. Ты только пришла, а я давно. Ну, это все же не просто так. Все из-под тяжка, все с какой-то заковыркой. Мне кажется, наверное, все это делал специально. Специально, специально, конечно, чтобы зацепить побольнее. Они, конечно, сейчас вместе. Они, наверное, сейчас... Я уверен, что они расстались. А это был просто спортивный интерес. И вот когда она уже зашла слишком далеко в воспоминаниях, то вы что? Ну, просто когда они отошли с ним, просто он как бы с ней там больше времени проводил. Да, покурить отошли. Вот. То я просто сказала, что... Ну, маме его извинилось, что я не могу, и как бы мне уже... Ну, все равно, как это будет выглядеть. Ну, не могла я больше терпеть. Как бы... Я просто развернулась и ушла. Севзанночка, это сюжет либо для комедии, либо для драмы голливудской. Очень интересный. Есть женщины, которые, в принципе, способны на борьбу. И они, вступая в эту борьбу, чувствуют какой-то азарт. Им даже это нравится кто кого. А есть такие, как вы? Я, например, я абсолютно не человек состязания, не могу участвовать, ни в каких конкурсах все время приглашают. Вот просто не могу. Либо меня вот принимают и говорят, вы достойны здесь работать, вы достойны быть моей женой, либо нет. Я не могу никому ничего доказывать. Это склад характера. Мы с вами вот так заложены. Вот так мы с вами устроены. Поэтому то, что вы отошли от этого мужчины, это слава богу. Потому что не была бы эта подруга в вашей супружеской жизни, была бы другая какая-то барышня. Надо было быть понастойчивее, значит, как-то указать ему на эти недостатки. Ну, видишь, она мягкая, добрая, не особо так напориста могла. Но у вас еще ведь, не думаю, что за 24 года была ведь еще и после история. Да, после программы я познакомилась с молодым человеком. Просто были такие отношения, он был настроен серьезно. Ну, по крайней мере, он мне это показал. То, что он предложил мне как-то сразу совместную жизнь, то есть он был постарше. Но я к этому не была... После какого свидания ты предложил? Ну, когда мы познакомились поближе. Девочки, если вам предлагают пожить сразу, это не значит, что серьезные отношения. А, кстати, это значит, что отношения не серьезные. Нет, это отношения, чтобы уложить. Ну, хорошо. И вы согласились, переехали к нему? Нет, я не переехала, но мы просто как бы проводили вместе время, да. Нет, я не переехала. Но я была у него довольно часто и очень много уделяла ему времени, в отличие от него. У него была стационарная работа, то есть он работал на дому. И я там просто неслась к нему, как-то, не знаю, там, все как-то по дому, все готовила, там, чай ему подносила, там, грубо говоря, да. А вот, никакого внимания мой адрес... А через сколько это вот его ему чай-то подносили? Сколько времени-то прошло? Вот, понимаете, это совсем мало. Ну, какая разница? Нет, при этом мы уже поняли. Ну, какая разница? Бывает, в первый день сходятся люди и до гробовой доски вместе. Это уже сейчас не имеет значения. Очень я же имею, он ее соблазнил и практически прислуга сделал. И что она теперь хотела? Нет, прислуга сделала себя Сюзанна, чтобы нравиться ему еще больше. И что она удивляется? Потому что никто нас не заставляет своим возлюбленным готовить, дарить дорогие подарки. А моя бабушка говорила, пока невеста, как говорится, это давай вот капризничай выбирай, это потом будешь за, как это, ниточкой за иголочкой. А тут, извиняйте, пусть побегает. А ты готов ее по внешнему, ну, если оценить по внешнему виду, ты готов ее на руках носить? Да. Если при условии, что она хорошо готовит? Если при условии, что она хорошо готовит. А если она плохо готовит? А если плохо? Ну, тогда уже на плече закинула. Ну, тогда мы ей просто оплатим курсы на повышение квалификации. Сюзанночка, вы просто настроены на семью, вы серьезная девушка. Поэтому мужчина, который к вам с такой нежностью, заботой, как вам кажется, относится, вы сами себе дальше фантазируете. Вот он вас позвал в гости, а вам кажется, что уже семья, уже чаек, ему кофеек, а не нужно этого делать. Пусть они побегают. Поэтому у вас все будет хорошо. Я почти уверена, что этот год вы не будете проживать одна. Вы достойны. Первый шаг вы уже сделали, цвет волос поменяли. А сейчас вот немножечко еще к нам прислушайтесь, мы вас как-то направим. И возраст у вас замечательный. Поэтому все у вас будет хорошо. Спасибо. Слушайте мужчину, не домысливайте, не додумывайте, не стройте сами планы. А то, что вам показалось, то, что вы потом с подружкой перетерли, как он посмотрел, как он вздохнул, это вообще не имеет никакого отношения. Мужчины – люди конкретные, в отличие от нас. Поэтому вот он сказал, едем к маме, значит, к маме. Сказал, женюсь, когда задаете ему вопрос. Да? А все остальное – это такой эфир-зефир. Они не по нему не считывают. Да-да-да, кстати, согласен. Ну, а тут есть, что это прислушается. Мужики постоянные. Да, по крайней мере, мы-то уж точно. Аплодисменты. Чтобы вас любили. Ну, вот так вот туда-сюда. Вот надо такую сейчас выбрать, которую вы любили, и сам теперь он хочет любить. Значит, вы будете приподняты, облюблены. Ну, и, соответственно, на этой волне и в замужество можете прям попасть. Сюзанночка, вы должны поверить в себя, поверить в то, что вы красавица, вы умница, у вас замечательная профессия. Вы достойны уважения к себе, достойной любви. Поэтому я вам желаю, парня молодого, который также будет гореть, хорошо бы без лишних историй в жизни, без какого-то выматывающего опыта. Вот чтобы он был также настроен на ту же самую волну, что и вы. Не зря вы пришли к нам сегодня с букетами ирисов. Ирис – это готовность завоевывать на языке цветов. И мне кажется, что вы по-настоящему готовы к тому, чтобы наших мужчин обаять, и действительно одного из них в свою жизнь притянуть. Те, кто занимаются цветоводством, знают, что ирис – это цветок, у которого часть лепестков называется флаги, это вот эти прямые, а вот эти называются водопадами. И, по сути, вот все цветоводство, оно рассчитано на то, что селекционеры отбирают разные флаги, разные водопады, и вот так сорта ирисов разные выводят. Я хочу вам пожелать мужчину, который будет, наверное, сильным, уверенным в себе, вот как флаги, торчащие у ириса, но будет на самом деле нежным и таким же склоняющимся к вашим ногам, как лепесток под названием водопад. Вам нужен действительно душевный человек. Знаешь, Даша, я вот такую, как она, давно уже искал, такая серьезная, настроенная на семью девушка. Я думаю, что у меня могло бы с ней что-то получиться. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Сюзана. Встречайте первого жениха. Прекрасней девушки я в жизни не встречал, и верить хочется, что здесь я не случайно. Глубин души твоей пока что не познал. «Признаешься же я, пленен тобою капитально». Спасибо. 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 О, Александр. Всех подарки не дарю. Спасибо, Александр. С кем вы? Здравствуйте. Со мной подруга Дарья. Очень приятно. Давайте на нас посмотрим. Александр. Александр. 25 лет. Торговый представитель компании по производству жевательной резинки. Катается на лыжах, коньках и пишет стихи. Чтобы завоевать сердце своей возлюбленной, Александр подарил ей миллион алых роз, но она не оценила его душевного порыва. Надеется, что Сюзанна ответит ему взаимностью. Александр, а я знаю, как вы попали к нам на программу. А как? Очень трудно было все это. Как мамочка зовут? Людмила. Людмила. Ну, сидели с мамой, смотрели телевизор. Да, сидели, смотрели телевизор. Я обычно рано так не возвращаюсь с работы. Вернулся, смотрим, и увидел потрясающую девушку, которая сразу же привлекла внимание. Даже молился о том, чтобы ее не выбрали. И получилось так, что ее не выбрали. Сразу же написал ей на Первом канале. Вот, но ответ долго шел очень. Какое счастье, Саша. Волновались? Ну, вообще, очень волновался. Да вы и сейчас трясетесь сидеть, я вижу. Есть такое дело. Ну, вот смотрите, по телевизору одно впечатление, а в живой, ну, кроме того, что рыженькой стала Сюзанна. Да и еще лучше стала. Правда? Мне тоже нравится. Потому что вам этого огня не хватает. Вам нужно сначала искусственно, а потом у вас все это будет уже в душе. Огонь. Интересно, это ее реальное имя Сюзанна? Или псевдоним. Ваша история тоже говорит о какой-то потрясающей невероятной верности. Ведь вы когда встретили вашей девушке, ей было 16 лет. Да. А уже вступили с ней в отношения? Ну, в отношения через год. Понятно. И что? Ну, и дальше развивалось все стремительно. Я такой поэт, я влюбляюсь. Если я влюбляюсь, то это искры. Так вы с ней долго были? Да. Да, я долго. А предложение сделали ей через сколько? 54 года. Потому что я посчитал, что нужно уже новый этап в жизненный. И я ей предложил. Как раз была дата 12-12-12. Это красивое магическое число. Предложил. Она согласилась сначала. Но потом придумала. Говорит, что я еще не готова. Почему она не хотела ни учиться, ни работать? Не знаю. Я до сих пор не знал. Она говорила, в институте на работе много пыли. Правда? Да. Оригинальная отмазка. Самая оригинальная. Да. Но это не отмазка. Она аллергик была. Поэтому... Ну, все валило на аллергию. Если так посмотреть, то мы все в чем-то аллергики. Я вообще полуосматика. Что мне делать? Дело же, наверное, не только было в этом. Дело было в том, что я не видел перспективы с ней. Она просто не давала мне развернуться. Вдохновлять перестала просто-напросто. Когда она сидела со своими днями дома. Я знал ее распорядок дня. Нет, она не дома сидела. Если бы она сидела дома полбеды, книжки читала. Но она ведь попала в какую-то секту. Именно так, да. А вы присутствовали хотя бы на одном из семинаров? Нет, не присутствовала. Она меня не звала. Но я испытывал желание, конечно, ходить. Посмотреть, что это такое. А она на глазах менялась от посещения этих семинаров? Да. Подменяли просто человека каждый раз. Но она уже перестала слушать. Она была неуправляема. Мы ей говорим одно, она делает все по-другому. А мы это кто, родители? И родители ее, мои родители. Я перестал слушать. А вы вместе жили, да, уже? Да, мы вместе жили. Но вы понимаете, Александр, что такие тренинги небезопасны. Не для психики. В принципе, для здоровья они опасны. Ну, она не слушала. Я ее пытался от этого уберечь. Ну, как бы могли ее уберечь от этого? Вы должны были выследить и пойти туда хотя бы. Потом существуют органы. Сегодня можно написать. Сегодня все это проверять. Сегодня все это контролируется. Просмотрел. От безделия, короче говоря. От безделия и от лишних денег. Потому что если человека лишить, извините, денежного довольства, то ходить на эти семинары будет не за что просто. А там без денег ее никто не ждет. При всех их духовной развитости. На последний раз она сходила туда бесплатно. Потому что она втерлась в администрацию. И она устраивала уже этот тренинг сама. Понятно. Далеко пошла уже. Пробедная девушка. И там у нее аллергии, судя по всему, не было, да? Не было. А вдруг у него проблемы? Проблемы с чем с головой? А, не знаю, почему она пошла на психологические курсы для поддержания внутреннего контроля. А вот у вас прям ни одной вредной привычки нет? И даже вот и... Мама-то мне ругаетесь. Бывает иногда. Это же эмоции. А-а-а. Я же поэт, как без этого. Вы мечтаете про отцлюбимое, что хорошо, побывать в каждой столице мира, да? Да. А на какие тити-мити? Тити-мити зарабатываю. Сейчас работаю в крупной компании. Ага, копите, да? Ну, да. Ну, видно, что парень благополучный. Ну, видно. 25 лет, молодец. Печальная история, конечно, это первая ваша. Но я тоже думаю, что вы сейчас опытный человек. Слава Богу, что вы туда не попали, не приобщились. Не для меня это, не для меня. Ребят, а пообщайтесь. Вы столько километров проехали, чтобы увидеть Сюзанночка наша. У вас такое знакомство сейчас. Может быть, оно судьбоносное. У меня просто вопросы по поводу подруги. Ну, просто в каких-то... Логично, конечно. И было бы странно, если бы вы его не задали. Он пришел с подругой, а это как раз и ее задевает. Как вы оцениваете вообще вот свои отношения? Что вас связывает? Да, что связывает? Ну, так получается, что когда у Саши начинаются какие-то отношения, мы не общаемся в этот момент. Ну, когда у него какие-то трудности или... А вы выжидаете в это время, да? Когда отношения закончатся? Ну, я же сюда приехала. Понятно. Вы тоже из Санкт-Петербурга? Да. Ну, естественно. Это значит, вы с собой прям паровозом тащили. Да. Александр, вот вы, мужчина, почему так у вас вместо кожи кожа слоновья первую историю слышали, как Сюзанночка рассказывала, как она переживала из-за того, что у ее молодого человека подруга расстроила все эти отношения. И вы на первую встречу, на первое знакомство лучше бы один приехал. Или с мамой, которая вам посоветовала. Почему нужно было брать подружку? Или другая, в конце концов. Даша моя хорошая подруга, я ее знаю очень давно, уже больше семи лет. Мы редко видим сегодня, не своя личная жизнь, она уже практически замужем и уже скоро сделают предложение. Даша, если у них сложится все, у Александра и у Сюзанны, и ваше присутствие будет нежеланным, будет смущать Дашу, вы ради друга можете самустраниться? А Саша сам так сделает. Ну, слава Богу. Сюрприз покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ Пишу строку. А она сквозь время летит туда, где я стою сейчас. И точно знаю, что Сюзанна находится напротив. И я тону в плену ее красивых глаз. Я в них плыву, дорога дальняя. А вокруг мерцания тысяч звезд. Я так хочу попасть в твою сторону, мое очарование. Я так хочу с тобой прогуляться в царстве грез. В том крае нет ни времени, ни суеты. Земля полна чудес и сказочных эмоций. Но насчет поэта он, да, не соврал. Не соврал, да. Стихи красивые. Стихи хорошие, да. Готовы ли ты вступить со мной в страну желаний, в страну возможностей, сюрпризов, радостных признаний? Пусть не смущает мой серьезный тон. Я питерский романтик. И, похоже, я влюблен. Я руку протяну к тебе, тяну в твои бездонные глаза. Задам единственный вопрос. Сюзанна, ты выйдешь за меня? Молодец. Спасибо, питерский романтик. Проходите в свою комнату. Да. Здорово. Ну, это потрясающе. К сожалению, сегодня не время романтиков. И когда вот такие питерские ребята приезжают, ой, дорогого стоит. Потрясающий мальчик, очень такой хороший. Стучит сердце. Ну, вообще, как-то заворожил. Да, очень приятно. Мама сказала, посмотри на девочку. Какая красавица. Обрати внимание, какая хорошая. Он обратил и согласился с мамой. То есть там уже все хорошо, там вас ждут. Хочу ее вот так вот, в экран говорю, и выбери меня, выбери меня, пожалуйста, выбери меня. А вам как? Мне понравились очень положительные ребята. Действительно, романтика. И вот этого редко встретишь сейчас. Вот действительно. Главное, адресно приехал. Вы понимаете, и на вопрос, а цвет волос, Игорь, то она стала еще краше. То есть в перспективе, чтобы вы с собой не делали, он уже вас любит. Принимает. Не придется подстраиваться. А принимает такая какая... А ведь надоело уже подстраиваться. Уже надоело быть хорошей, да? Этот будет сам вам кофе готовить. А какие цветы? Ой, сезона. Нет, очень хорошо. Мне очень понравился матч. Роза? Не, ну заявка хорошая. Ловить надо на слове. Закрепляем результат. Считай, что надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто принимать улыбки, цветы, признание. Отсидеться только в романтической нише не получится. Его супруга должна умудриться сразу на двух стульях усидеть. Во-первых, быть достаточно заботливой. А во-вторых, стать ему активным жизненным партнером. Или уступить это место кому-то из его партнеров, друзей, бизнес-партнеров, может быть, в будущем. Это человек, который будет вечно в паре. И я предполагаю, что у таких мужчин всегда бывают верные друзья. Вот один человек, с которым он фиксирован всю жизнь и очень тесно общается. Приготовьтесь к этому не ревновать. Но это, скорее всего, не будет женщина. Ну, либо умудритесь занять эту нишу тоже сами. Помимо домашнего хозяйства, стать таким бизнес-партнером, что ли. А мне кажется, она, ну, жена-то займет эту нишу. Нет, она, наоборот, даст мне толчок для того, чтобы я добился того, что я хотел бы добиться. И вместе с ней мне она нужна. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Сюзанна. Встречайте второго жениха. Сюзанна, добрый вечер. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Меня зовут Антон. И надеюсь, в этот вечер у нас будет не последний после этой передачи. Спасибо. Взгляд уже не тот. Здравствуйте, Антон. С кем вы? Это моя племянница и мой лучший друг. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Антон. 30 лет. Генеральный директор в строительной компании. Увлекается мотостантом и любит путешествовать. Гордится своей мамой и мечтает о достойной жизни. Первая любовь оставила шрам на лице Антона, а вторая – на сердце. Надеется, что с Сюзанной он забудет о своих душевных ранах. Ну и чем же столичного парня привлекла наша невеста? Безумно красиво, честно говоря. Как только увидел, у меня сердце очень-очень долго стучало. А ситуация идентична первой. Похожа, очень похожа ситуация. Тоже сидели с мамой. Я пришел с работы, она говорит, давай-давай быстрее, тут смотри, начинается. Она потому что очень любит вашу передачу. И когда я пришел, я действительно был просто очень сильно удивлен. Да, даже букеты похожи с первым женихом. Это о чем ты говоришь, Василиса? Говорит, одинаковый порыв, одинаковый посыл. Меня так радует, что нас смотрят мужчины на самом деле. А меня радует то, что мужчины смотрят, верят и не задают тупые вопросы. Ну, у вас же там артистки, наверное, все. Я, честно говоря, тоже поначалу не особо так верил. Но я сделал вот эту вот такую попытку. Ну, а теперь о шрамах. Первый я вот смотрю на губе. Да, есть. Шесть швов, знаю. Накладывали. За что? В какой ситуации? Ситуация такая, что начала встречаться замужней девушкой. Сразу, с самого начала знали, что она замужняя? Знала, да, что она замужняя. Ну, вам она рассказывала, как и мужчины, что они уже давно не живут? Ну, она начала рассказывать, что они уже подали на развод. Она подала на развод, что уже все закончено, что она переехала к маме. Ну, и в этот момент... Там маленький ребенок еще, да? Да, полтора года было ребенку. Ну, меня это совершенно никак не смущало. О, не, 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 это плохо. Нельзя разбивать. Нельзя разбивать чужое счастье. Вообще нельзя. Не построишь на чужом счастье. Конечно, нельзя ли взять свое счастье. Это зря. И вот однажды ее муж... Да, позвонил мне. Они не были разведены? Нет, они еще не успели до конца развестись. И получил я звонок с ее номера на свой, где был ее внук-муж. А получилось это так. Ее муж пришел к ребенку на законных основаниях. Ну, думаю, что это такое с женой неладное. И попросил, сославшись, что у него батарейка села. Да, можно, я позвонил и, соответственно, посмотрел. Видел там нашу переписку. А вы вместе работали? Да, мы работали в соседних буквально помещениях. И вот он звонит вам и говорит, слышь, ты прыщ, еду, стой на месте. Да, он говорит, я сейчас приеду, тебе шею сверну. А вы прям стояли и ждали, когда он приедет, вам сворачивает шею? Нет, я так же работал, продолжал делать свою работу и все. Ну, приедет, приедет, ну, не приедет, значит, не приедет. Ну, вот мне понравилась ваша мысль. Вы понимали, что это справедливый и гнев его к месту. Ну, к месту, но здесь тоже, если ты что-то делаешь, надо отвечать до конца за свои поступки, действия. Но он приехал не один? Нет, он приехал с двумя своими друзьями. А к Морозскому? Ну, я бы не сказал, что от Морозки, ребята, в принципе, такие... Ну, потому что он ждал, что вы тоже подготовитесь? Да, я, честно говоря, не готовился. Ну, вы же могли уехать, спрятаться? Ну, а зачем прятаться от чего-то? От жизни не прятаться. То есть молодая кровь. Тоже призвать друзей, например, из офиса своих? Дрались один на один по-честному или его товарищи помогали? Нет, они стояли в сторонке. Но я прекрасно понимал, что если будет все на моей стороне, то они сразу же подбивают. Кто кого победил? Ну, как-то, я не знаю, никто, наверное, никого. Ну, только вы поехали в результате зашивать себе бубу. Ну, это, честно, случайно он так попал, что вскользь, да, и пришлось... И, конечно же, ваша возлюбленная об этом узнала, и как она себя повела? Ну, она единственное попросила, чтобы заявление не писала в милицию и все. А надо было. А потом как выяснилось, что они снова вместе? Она прислала сообщение о том, что я хочу остаться с мужем, что это будет правильно, и все, чтобы большее не звонили. Вот оно, божье закон, не прелюбодействуй, не бери чужого. Поэтому я говорю, ребята, разъедают мелочи, быт, привычки, с которыми ты не можешь смириться. И очень редкая измена. Практически никогда. Это, наоборот, как-то мужчин стимулирует за свое, свое вернуть. Другое дело, вы же не знаете, как они сейчас живут. Он мог ее вернуть-то вернуть, но после этого не жить с ней. Ну, не знаю. Но свое на базу. Через месяц пришло от нее сообщение, что я возле твоего дома внизу жду. Пусть ждет. Он нужен только как второй вариант. Ну, жить по жизни вторым быть, это, не знаю, для мужчины катастрофа. А вот вы занимаетесь мотостантом. Вот мне темной женщине объяснишь, что это такое. Ну, понимаете, это как фигурное управление мотоциклом. Это задние колеса, там перепрыгивание. Это же опасно? Это делается на площадке, и там небольшие скорости. Поэтому, ну, единственное, что опасно, это просто упасть и все. А сюрприз не с этим будет связан? Нет. Слава Богу, тогда покажите. Да. Спасибо. 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 Да, Антон, удивил. Забирайте своих друзей, проходите в комнату. Ну, это вообще круто. Это очень классно. Ну, как эмоции-то. Классно. Как Сюзанна. Просто безумно. Она очень классная. Ксения, как вам жених? Волшебный. Да. Тяжелая история. А песня про Сюзанну? Да. Меня просто покорилось. Сюзанне очень понравилась песня. А вообще все. А вот эти миллионы цветов. Да. Красиво. Вот еще цветы к ногам, это, ну, покоряет. А кролик. Кроличек такой хороший. Как он трясся бедный. Вот для меня всегда загадка. Я так внимательно смотрела сбоку, откуда он появился, и не поняла, не увидела. Ну, это намного интереснее, чем стихи. Ну, да. А здесь эффект. Роза. Ну, не знаю. Он как-то на 30 выглядит старовато. Вот вопрос сразу, что ж такая жизнь тяжелая была у него? Нелегкая. А что вот у нас девчонки приходят, которые рано жить-то начинают, знаешь, ей вроде как 20, а мы летим на 30. Он генеральный директор строительной компании. Он все время то мороз, то солнце, то ветер. Вот он так и обвечен. То обвеченные дольщики. Первый покрасивше будет. Господи, Вася. Я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то безумное впечатление, как на женщину присутствием здесь, но гороскопически это очень похоже на почти идеального для вас мужчину. Я боюсь, я затаила дыхание. Мне бы очень хотелось, чтобы он вызвал у вас такой же живой интерес, как у меня вызывает его гороскоп. Я это приму. Прислушайтесь к своему сердцу, милая. Вот. Видишь, все-таки хороший у меня гороскоп. Я предлагаю Сюзане встретиться с третьим живым компом. Меня зовут Андрей. Я ради тебя приехал из Ярослава до Москвы на своей машине и ничуть не жалею. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ярослава. А я приехала в Номайе. А вы знаете, что трамвай стоит 14 миллионов? Спасибо. Шикарная роза. Спасибо, Андрюш. Белые розы. Ой, ну какие свежие. Ну какие прямо. Может быть, не будешь ее убивать? Я не буду. Я, кстати, Марине не еловой, любимой моей, обещала. Мариночка, если вы смотрите, дорогая, я не буду. Видите, что я ему уже бошки-то не срываю цветам. Ради вас. С кем вы? Я с другом Максимом. Здравствуйте. Давайте на вас посмотрим. Андрей, 28 лет. Электрик в частной компании. Все свободное время посвящает ремонту в своей квартире. Любит русскую баню и автомобили. Мечтает побывать в Японии. Пока Андрей копил деньги на свадьбу, его возлюбленная поняла, что не готова связать с ним свою жизнь. Надеется, что с Сюзанной у него все получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Это сколько километров? Ярославль? Да, ну, 300 километров. Ну, далековато. Ну, все равно. И дороги, и зима. В основном пробки. Чем же она вас так покорила? А я с работы пришел тоже. И мама. Не, ну, мама тоже. Ну, мама смотрела. Тоже мама смотрела. Я уже под конец передачи пришел. Мне Сюзанна очень понравилась. Глаза добрые, открытые. И решил попробовать написать на передачу. Думал, что, может, там можно списаться. Посмотрел в интернете. Ага, фигушки. Да, да, да. Да, вы хотели мимо кассы. Мимо, мимо. Не, 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 не. Из-под полы мы не выдаем невесту. Мне кажется, он очень неувереный себе человек. Почему он при разговоре смотрит вверх, а не в глаза? Андрюш, у вас такой опыт печальный с девушкой. Вы копили деньги на свадьбу. Я работал, считай, учился и работал дворником. Ну, сразу оплачивал. Учебу себе? Учебу, да. А лишь копеечку откладывал на свадьбу? Да. Беда только, что девушка не знала, что эти деньги откладываются на свадьбу. Она думала, что просто жмот. Вы-то хотели сюрприз, чтобы не зависеть от родителей, поэтому заработал, отложил. Ну, чтобы потом есть. Да. А она подумала, жадь на говядину. Нет, всё равно. Я не жадничал, ел подарки, ходили, гуляли. А много накопили-то? Накопил 70 тысяч. О! Ну, я хотел, чтобы родители не вкладывались. Да. Хотел всё сам. Милый, милый молодой человек. Андрюш, ну вы же чувствовали, что она вас не любит, или нет? Или закрывал глаза? Я чувствовал, я чувствовал, да. Но всё равно, я думал, что любит... А как вас можно не любить вот с такими глазами, с таким голосом, с таким взглядом? Ну, как вас можно не любить? Струженик, который не хотел вешать свои любовные истории на родителей, вывлекательств, чтобы они тянулись и спасли них жил, и выкладывали вам деньги на свадьбу. Как? Она что, была слепая? Может, это как-то её не заинтриговал. А Андрюш, денежки не потратили, нет? Нет, потом потратил. Я машину купил, потом... Ну, машина тоже хорошо, лошадная теперь. Видишь, вот машина приехала, а так бы, подезнай, доехал бы ты своим ходом. В Москву-то не трудно. Трудно. Досерить до центра тяжело доехать. До сюда точно трудно. А вот вы ручками своими в банкете написали, всё можете, а что можете? Я делаю сам ремонт дома. Что, долго вы его делаете? Долго, ну... Евро, наверное. Ну, хочется евро. Хорошо делает, а что ж тарапузничать в этом делу? Да и ремонт дорогая история, даже если сам делаешь. А вот мне телевизор повесить надо, можете? Тебе уже один прибил палочку. Помним, помним, не забудем. Долгая была история. Поэтому Андрюша пришёл, ему 28 лет, побойся бога, пожалей, пацана. Так я про что, просто проверить? Без себя проверят, Рос. Мама проверит. Сюзаннина. Проверялкина. Андрюш. Да. Ну, есть возможность. Проехал столько километров на машине, чтобы её сразу, наверное, с собой увезти, забрать. Да, я бы хотел. Так пообщайтесь, мы вам мешать не будем, девочки. Я хотел бы спросить Сюзанну, со временем, если мы пообщаемся, друг друга получше узнаем, сможет ли она переехать в другой город? Ярослав – это красивейший город. Я была там три дня назад. Как вариант, это можно рассмотреть? Я ординатуру сначала закончу. Ну да, я просто учусь, поэтому сначала закончить. Ну как раз это время и будет поближе. Побщаться, конечно. Да, ближе узнать друг друга и после. А если и ремонт уже к тому времени закончится, правда? Скорее всего, да. А если что, вы к нам, а у нас квартира есть? Ну придётся, если всё вырежет. Это между двумя городами, где и там есть квартира, и Золотое кольцо, там тоже есть квартира. Можно её сдавать, кстати, с большим успехом. Ну здесь-то можно уже и расслабиться, правда? Поэтому, когда там общага и здесь непонятно что, это одна история. А вам-то? Молодые. Будет легче. Мне кажется, я скучновато с ним будет. В тебе есть и романтизм, и мужчина. Что вас радует больше всего на свете? Вот если плохое настроение, но вы себе говорите, ой, вот я сейчас приду домой, или я приеду на каток, или я сейчас возьму там мотоцикл, или я сейчас возьму вязание. Вот что вас успокаивает? Успокаивает больше, наверное, музыка. Спокойная. Приедешь, включишь, успокоишься. Спокойно. А что огорчает? Огорчений почти не бывает. Какое счастье. А у вас высшее образование есть? Нет, у меня незаконченное высшее образование. А будете заканчивать? Вот я еще думаю. Зачем он электрик в частной компании? Сегодня электрика днем с огнем не найдешь. Это очень высокооплачиваемая работа, если он квалифицированный. Лариса, ко мне электрики приходят, ой, каждый раз завожено, чтобы просверлили еще к тому же. Полторы тысячи, говорю, почему так дорого? Говорят, а что вы, бедная, что ли? Знаешь, как они хорошо зарабатывают? А что это ты каждый раз зовешь? Да, ну, чтобы просверлить там, да, потом она будет высверливать после этого. Люстру повесили, ну, повесить, а что? Да-да-да, люстру повесили, встали. Знаем-знаем. Весело-весело, Роза, живешь. Любимая, почему мне не 24? Ну, такой взгляд, ну, такие глаза. Да смущала пацана-то. Да ладно, он сейчас сюрприз покажет. Я-то как мать. Покажите, пожалуйста, сюрприз. Сезанна, а сейчас мы будем клеить обои. Если говорить... Хороший сюрприз. Правильно. Если говорить... У него в квартире пришло время клеить обои, все остальное уже отремонтировано, и он ищет напарник за себе. Поэтому ты хочешь меня забрать. А что, ремонт как раз ближай. Обычно говорят, если молодая пара или семья пережила ремонт, то им не страшны ни огонь, ни медные трубы, ничего не страшно. Да, ремонт это страшно. Так. Это же можно так делать? Да, можно, можно, можно. Так, так. Да, так. Маш, здесь. Ты посмотри на него, он еще с собой рулоны привез из Ярославля. Четко ремонт за другом. Все. Только он будет работать с электрикой, с Ярославля. Она будет работать. Она будет работать. Клей тебя будет, штукатурить. Ну, должен быть, кто-то руководить, а кто-то ремонтировать. Ремонт делать. Ну, все, 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 ребята, уже можно клеить. Не умеют. Не клеить, не умеют. Да, в стороны. В стороны. В стороны. В стороны. В стороны, Сезанна. Да, вместе оно повеселее будет, правда? Молодцы. Ну, хорошо, красиво. Молодец, Андрюша. Молодцы, ребята. Я думаю, все у вас получится. Сезанна, подожди. Еще маленький. Друзья, уходите, не мешайте. Откроешь его дома и посмотришь. Спасибо. Спасибо большое. Максим, все, с другом в комнату. Скоро узнаете, кого Сезанна выбрала. Ксения, какие вы молодцы, помогли. И как хорошо, просто без куска хлеба не останется. Да не буду открывать. Мы все умеем делать. Главное, уметь делать все, но не дай бог все самой делать. Да нет, посмотрите, какой он шустрый. Когда мужчина такими глазами смотрит на женщину, разве он позволит ей? Ей все будет в радость, даже клеить обои. Ну, что вы. Понравился, Жених? Да, хороший. Красавчик. Работящий. Работящий. А какой милый. Глаза такие. Глаза, просто не оторвать. Глаз. Да. То есть у нас хорошие танцы. Роза. Че Роза-то? Что? Хороший, хороший. Так, хотел понравиться. Ты в таком же восторге, и звезды твои поддерживают нас. От молодого человека в восторге. Я считаю, что он свою огненную натурушку проявил, прямо из штанов выскакивал буквально, для того, чтобы ремонт сделать, чтобы вам понравиться. Но надо сказать, мужчины этого склада не совсем ваш тип. Я не думаю, что он вызвал у вас столь же теплые чувства, как, например, кто-то из наших двух предыдущих женихов. Но он от этого хуже не становится ничуть. Действительно, очень хороший молодой человек. Почему человек? Молодой мужчина, на которого имеет смысл обратить внимание. Абсолютно брачный возраст. 28 лет – вот тот самый переход от возраста Солнца к возрасту Марса. Когда мужчина прекращает творить головой и начинает действовать, наконец, руками. Уже готов. Так кому же сегодня улыбнется судьба, и кого выберет невеста? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Абсолютно брачный. Абсолютно брачный. Они сегодня за вас боролись. Каждый из них мог бы сидеть на вашем месте. Но я думаю, те два, к которым вы не зайдете, или, может быть, вы никому не пойдете, точно будут сидеть здесь. И за них сейчас девчонки смотрят. Скажут, так если у них так все запросто. Позвонил, приехал и познакомился. Они не останутся. Поэтому никогда не обидите. Ксения. Ребята все хорошие. Прям разрываться можно между... Жаль, всех нельзя забрать. Нужно выбраться одного. Ну, я разрываюсь между вторым и третьим женихом. Я бы порекомендовала Сезанне выбрать второго жениха. Потому что он взрослый, ответственный. Ну как, понравилась тебе Сезанна? Да, понравилась, очень понравилась. Ну, а если она сюда зайдет, ты готов с ней выйти? Да, я готов. Точно? Да. А я тоже разрываюсь. Очень тяжело. Пожалуй, ни разу в жизни так не было. А я вот не разрываюсь. Александр и Андрей совершенно чудные. Не могу, мне все нравятся. А я вот с точки зрения сермяжной практичности, шо такого первого жениха стихи прочитал? Второй фокуса показал? Ремонт! О! Понимаешь? И пощупать можно. И это, и для жизни. А не Андрюш, конечно, да еще симпатичный. Вот если она сейчас сюда зайдет? Я выйду. Выйдешь? Выйду. Нисколько не жалею. Нисколько не жалею. Ну и правильно. А я, наверное, все-таки Александр. Молодой, хочет любви, и вы хотите любви. И то, что я вам в самом начале программы пожелала, вот это полностью совпадает с образом Александра. А ты видел что-нибудь в ее глазах, когда она смотрела на тебя? Я видел Вселенную. Я могу сказать, что я не исключение. Мои сердце и мозг начали двигаться по разным орбитам сейчас явно. Потому что душевно, по-человечески, мне понравился Александр, я с Ларисой абсолютно согласна. Но астрологически больше факторов на стороне Антона. Вот мозг говорит Антон, сердце мое шепчет. Ну, если понравился Александр, надо к нему. Ну, ваше сердце уже, наверное, трепещет. Идите, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Ольга, 28 лет, номер 2999. Продавец в мебельном магазине. Ходит в спортивный зал, смотрит современное кино и делает мягкие игрушки из шерсти. Познакомится с романтичным брюнетом до 35 лет. Анна, 26 лет, номер 3006. Учредитель модельного агентства. Гордится тем, что она мамой воспитывает маленькую дочь. Ищет сильного волевого мужчину с хорошим достатком. Мы не знаем, выйдет Сюзанна одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Привет, я выбрала тебя. Привет, спасибо большое. Пойдешь со мной? Конечно, пойду. У нас есть пара Сюзанна и Александр. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени-бюроя на номер 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поздравимся. Удачи. Кефирчик, булочка. И напротив сидела она. Ну, в конце концов, дружба закончилась моей беременностью. Вы из тех женщин, которые должны нравиться молодым мужчинам. Нравлюсь. А вы двоих еще родите? По своей физиологии я могу родить и 10. Вы знаете, когда есть любовь, она смотрит на тело. Но спать-то вам надо будет, милый. Понимаешь? Проснись и пой, душа моя. Редактор субтитров А.Семкин